Всем привет друзья! Установилась прохладная погода и поэтому я решил одеться потеплее. Одел закрытую обувь, взял с собой такой вот пакет, но немножко собрал находок. Это алюминиевые банки. Еще нашел вот такой проводок. Пока не очень понятно из какого он металла. Напоминает медь, но это может запросто быть сталью. Дома будем проверять более точнее. Сейчас давайте идем дальше, продолжаем наш поиск. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, в этом месте нашел несколько банок и все еще они продолжают попадаться. Блин, тут сплошные колючки, если вам видно, вот они. Растет шиповник. Так, там две банки и вот тут еще лежат три штуки. Хорошее пополнение. Продолжаем собирать. Ребята, перед нами территория свалки. Здесь можно поискать черный металл, при том, что я вижу, что лежат смачные такие арматуры. Может быть, нам нужно будет сюда прийти с аккумуляторной болгаркой еще. Все это поспиливаем. Пока у меня, конечно, с собой ее нету. И поэтому соберем все, что валяется так, вручную. Я вот тут вижу что-то очень такое неплохое. Смотрите-ка. Это, я бы сказал, шик. Готовый металл, буквально лежащий на земле. Ищем дальше. Сейчас осматриваю разваленные. И вон там лежит металл, но он вместе с раствором. Вот он. Сюда нужно будет прийти еще и с кувалдой. Можно будет это тоже прихватить. Пока, наверное, брать не будем. Очень тяжелое на руках. Я сегодня просто вышел на разведку. Сейчас вот отковырял немного возле себя такую вот арматуру. Вот она. Еще один металл, который достали вручную. Это у нас камера с латунной соской. Сейчас ее сразу разрежем. Снимем ее. Следы от разбитого кинескопного телевизора. Может быть, тут будет лежать что-нибудь типа медяхи, хотя навряд ли. Но все равно так вот просматриваем. Глядишь. Что-нибудь обнаружим. Вот еще что-то нормальный поток. У меня тут что-то есть. Прямо под ногами. Вот, посмотрите. Если он не в камне, то, может быть, мы его вытащим. Сейчас еще надо убрать немного. Да, друзья мои, это толстенький металл. Забираем его. В 40 сантиметрах от него еще какой-то металл. Тут будет где-то килограммчик. Тоже неплохо. Друзья, тут очень неплохая находка. Это алюминиевые провода. Целая охапка. Мы такое собираем, поэтому заберем. Глянем еще. Ну, тут видно, что кто-то потрошил изоляцию. Тут только она. Больше ничего нету. Ищем дальше. Сюда выбросили корпус от холодильника. Внутри все пусто. Ну, я тут вижу медяшечку. Такая вот трубка. Мы ее просто-напросто сломаем. Это хоть и немного, но все равно нам будет в медь. Решил отдохнуть в этом местечке. Все-таки вес у металла очень тяжелый. Все это нужно будет донести до дома. Если еще раз пойдем на эту свалку, то обязательно прихватим тележку. Только с ней можно будет перевозить более крупные грузы. Но я думаю, что сегодня такой нормальный результат. Дома все это взвесим. И посмотрим, сколько у нас металла. Все находки со свалки удачно доставлены до дома. И осталось только все это пересортировать. В первую очередь займемся данными алюминиевыми кабелями. Это у нас снова будет алюминий-электротех, что несомненно радует. Копилка с ним все больше наполняется. Поэтому берем лезвие от канцелярского ножа, режем и добываем алюминий. Добавляем лезвие от канцелярского ножа. Добавляем лезвие от канцелярского ножа. Алюминия завершено. И получилось три такие связочки. Очень приятные, я бы сказал. И, конечно же, мы все это дело сразу же взвесим. 215 грамм, 420 и 570 грамм чистого электротеха. Новое пополнение в копилочку. За этот поиск я собрал вот столько алюминиевых банок. Они частенько попадались на пути. И все, что лежало, я, конечно же, забрал. Немного почистил дорогу. Тут у нас 26 штук, 26 алюминиевых банок. А это почти что полкилограмма. Осматриваем находки из светлых металлов. В самом начале был найден такой вот проводок. Я его разрезал ножом. И с него высыпалась вот такая вот сетка. Она уж больно легко разрезалась. Я боюсь, что все-таки это алюминий. Но та, что в центре, вот посмотрите, магнитом не берется. Все-таки я думаю, что это медяха. Поэтому ее оставим на обжигание, как и другие провода. Еще есть вот такие находки. Это у нас небольшой сосок. Но хоть он и небольшой, но содержит латунь. Латунь это дорогой металл, сплав. Поэтому потом как-нибудь обожгем его вместе с другими сосками. Также я нашел вот такую длинную трубку от холодильника. Мы ее сейчас тоже проверим магнитом. Вы чувствуете, чем пахнет? Я чувствую, что это стопроцентная медь. Навес сразу чувствуется, что это не алюминий. Я очень рад, что в этом поиске нам попалась медяха. Все равно по чуть-чуть она копится. Отправится в нашу копилку. Очень хорошо. Теперь осталось взвесить черный металл. Ну, вот эти негабаритные длинные штуки я уже взвесил на безмэне. Там показало 2 килограмма. Вот эта вот арматура и такой длинный пруток. 2 килограмма чермета. Самый крупный черный металл, думаю, стоит взвесить отдельно. Когда его нес, довольно так устала рука. Поэтому мне очень интересно узнать, сколько тут будет по весу. Но она тяжелая. Сейчас давайте проверим. Добротный металл. Целых 5 килограмм 575 грамм. У нас металл стоит сейчас 100 тенге. И это целых 560 тенге в нашей валюте. Остатки черного металла на весах. Тут 2 килограмма 890 грамм. Все это суммируем. Было 2 килограмма, 5500 и 2800. Итого, грубо посчитаем, 10 килограмм. Ну, может быть, даже чуть побольше. Вот столько металла мы принесли со свалки. Я думаю, неплохой результат. Может быть, мы туда снова вернемся. Если, конечно же, металл там останется. В общем, продолжение следует. Всем пока. До новых встреч.